Итак, новая версия скрипта для поиска потерянных биткоинов. В данной версии удалось значительно увеличить скорость подбора секретных ключей, а также уменьшить количество потребляемой памяти. Как можете видеть, скрипт занимает чуть больше гигабайта при загрузке полной базы. Вся база тоже около гигабайта. База загружается только в один поток. Вот под номером 5060. А два потока, в которых генерируются адреса, занимает очень мало памяти. Но зато занимает полностью процессор. К сожалению, эти изменения повлекли за собой медленную первичную загрузку скрипта. У меня на этой слабенькой офисной машине с двухъядерным процессором скрипт загружается около 10 минут. Но зато потом идет очень быстрая работа. Ускорение работы скрипта удалось добиться с помощью отказа от лишних вычислений. То есть мы вычисляем не полный адрес кошелька, а только два хэша открытого ключа. В результате удалось отказаться от двух хэш-операций из четырех. Особых настроек скрипт не требует. Единственное, что в строке 210 нужно указать имя файла с кошельками. А в строке 211 нужно написать файл, куда будет сохранен результат, если мы что-то найдем. Результат будет сохраняться в данном случае в папку, в которой находится скрипт, в файлик outtxt. Внутри этого текстовика будет строка, разделенная запятой. Левая часть строки это первый секретный ключ из пачки. Вторая часть строки это количество секретных ключей в пачке. То есть мы сохраняем не найденный ключ, а только те параметры, которые нам позволят уже точно найти ключ и кошелек. Для того, чтобы найти ключ и кошелек, я под видео внизу выложу второй скрипт, который я когда-то писал. В нем нужно будет на строке 59 заменить вот эту вот выделенную часть на левую часть строки. Сохранить скрипт и запустить его. Далее, как и в предыдущих версиях скрипта, в текущей рабочей папке будет создан файлик outtxt, в котором будет написан адрес и секретный ключ к этому адресу. Для работы скрипта с 7 версии, особых модулей установить не нужно. Все вот эти модули, они входят в стандартную установку питона. Но все-таки, если питон будет ругаться, тогда переходим в консоль, пишем pip install и прописываем тот модуль, который будет необходим питону. Например, hashlib. Нажимаем enter. Если этот модуль не установлен, происходит установка. Так как это стандартный модуль, то установка в данном случае не произойдет. Для работы второго скрипта, который нам выдаст уже конкретный ключ и конкретный адрес, вот этот startV6.2.angValue, нужно установить модуль бит. Пишем заклинание pip install bit. Ну, соответственно, этот модуль у меня тоже установлен. Ну, и собственно говоря, теперь сам запуск скрипта. Переходим в рабочую папку, в котором находится скрипт. Пишем питон. А далее, как обычно, пишем название скрипта. И нажимаем enter. Не знаю, сколько будет загрузка на мощном компьютере, но на моем офисном компьютере загрузка происходит несколько минут. Пока база построчно загрузится, обработается. Все ссылки, как обычно, будут под видео. Также под видео будут ссылки на источники, откуда я брал образцы кода. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...